Здравствуйте, с вами Дмитрий Клещев. Сегодня у нас немного необычный выпуск нашей программы. Весь выпуск будет посвящен одному сюжету, и мы постараемся раскрыть его для вас, уважаемые зрители. Мы расскажем про текущую ситуацию с моногородами Пермского края и тем, как они пытаются жить в условиях перекосов в экономике данных территорий, которые образовались еще в советское время. Само понятие моногород, как правило, описывает населенный пункт, жизнь которого зависит от одного городообразующего предприятия. Такие города и поселки существуют во всем мире. Их появление – это последствия индустриализации, когда вокруг предприятия появлялись населенные пункты. Особенно сильно этот процесс развивался в 19-м и 20-м веках. Постепенно потребность такой продукции, таких предприятий падала, и население становилось заложником предыдущего экономического развития территории. Как правило, проблемы таких городов возникали постепенно, по мере смены технологических укладов. И где-то их удавалось решать, в рамках самих городообразующих предприятий они перестраивались и продолжали свою деятельность. Где-то населенные пункты исчезали, а где-то происходила перестройка хозяйственного уклада, и город или поселок освобождался от зависимости от городообразующего предприятия. У нас ситуация с моногородами во многом связана с распадом СССР, так как городообразующие предприятия многих моногородов за очень короткий период перестали быть востребованными. Что повлекло за собой неблагоприятную социальную обстановку в таких моногородах? В первую очередь увеличение числа безработных. А в тех случаях, когда предприятия доставались новым собственникам, происходила жесткая оптимизация их деятельности или ликвидация с теми же проблемами. Моногорода имеются в 61 из 85 регионов России, но в наибольшей степени они сосредоточены в регионах Положья и Сибири. На территории Приволжского федерального и Сибирского федеральных округов находится почти половина российских моногородов, в которых проживает 55 процентов населения моногородов. Если в среднем по стране в моногородах проживает около 9 процентов населения, то в регионах ПФО этот показатель составляет 14 процентов, а в регионах СФО 16 процентов. Кроме того, на территории этих регионов находится значительное количество проблемных моногородов, относящихся к красной и желтой зонам. Проблемы моногородов хоть и были в фокусе внимания федеральных властей, но вниманием уделялось недостаточное. И более того, приоритетом на протяжении первого десятилетия 21 века было развитие крупных мегаполисов. Но все поменялось после событий в Пикалево, небольшого городка в Ленинградской области. В 2009 году там возник конфликт собственников базелцемент, принадлежит Олегу Дерипаске, и евроцементгрупп Филарета Гальчева. В итоге конфликт привел к остановке городообразующих предприятий, население перекрыло федеральную трассу А-114. Лишь после выхода конфликта на федеральный уровень и вмешательства Владимира Путина, в то время он был председателем правительства, ситуацию удалось урегулировать. Именно тот конфликт привел к масштабной дискуссии и поиску решений. И через пять лет распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года был утвержден официальный перечень моногородов России, насчитывающий на данный момент 319 наименований. С появлением данного перечня, который сейчас является закрытым, все города были разделены на три категории. 100 моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, так называемая красная зона. 148 моногородов с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения. Желтая зона. И 71 моногород со стабильной социально-экономической ситуации. Зеленая зона. Кроме этого, началась сформироваться система мер поддержки моногородов, которая была построена не на дотационном принципе, а на стимулировании инициативы на местах. Об этом наш первый сюжет. ТОСЭР позиционировались как определенный налоговый рай для предпринимателей. В определении говорится, что это экономическая зона с ольготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР. Мы также, я думаю, все были согласны с том, что качество управления в моноградах нужно повышать. И те обучающие программы, которые были и в 2016 году, и которые будут в 2017 году, они очень важны. Мы, наверное, не совсем согласились с тем, какой эффект будет иметь агломерация. То есть понимаем, что нужно к этому идти. Но вот вопрос распределения, расщепление налогов, того же НДФЛ. Эти вопросы, наверное, остаются. Их нужно как-то решать. Но, видимо, не все так просто. Причин, как всегда, множество. Это и умение бизнеса и власти найти общий язык для начала в ходе определения приоритетных направлений на уровне идей и согласования. Однако многие города, получившие данный статус, не видят очереди из желающих открыть здесь бизнес. Кроме того, есть и более существенные причины, которые заставляют бизнес не спешить с вложением средств в ТОСЭР. Так, получение статуса резидента требует длительной документальной подготовки. Этот процесс ответственный и сложный, поскольку от него зависит получение согласования от комиссии. Многие имеют проекты, но боятся вкладывать или не имеют свободных средств. Часть экспертов считает, что первый год работы с момента получения статуса резидента прибыли не дает в силу самого регламента ТОСЭРа. Поскольку все капитальные вложения должны делаться предприятием только после получения статуса резидента, иначе в зачет они не идут. Соответственно, контракты на поставку оборудования и собственно строительство – все это можно начинать только после отмашки из Москвы. Кроме того, большинство предпринимателей понимают, что, получая льготы, они также получат и дополнительный контроль от государственных органов. Предварительные вложения фонда здесь могут составить около 700 миллионов рублей по этим городам. Но и в части поддержки тех же инвестиционных проектов заявлено свыше действительно 1 миллиарда рублей. Возможно, потребуется увеличение и расширение этих проектов, и здесь фонд готов свое кредитное плечо подставить. Заслуга вас, губернатора, заслуга правительства в том, что достаточно сжатые короткие сроки удалось структурировать в первом приближении эти проекты. В целом же сейчас в ТОСЭР идет в основном средний бизнес. Может быть, это и неплохо, поскольку моногорода в основном невелики. Найти здесь квалифицированные кадры бывает сложно. Впрочем, часовой к этой категории скорее не относится. Но данные меры поддержки для успешного применения должны менять всю систему управления на всех уровнях власти в стране и, в первую очередь, на региональном и муниципальном уровне. Так как именно от них зависит успешность трансформации экономики моногорода и, как следствие, улучшение социально-экономических условий жизни. Лишь когда соединяются усилия и заинтересованность всех сторон, возможен успешный результат. Таким примером у нас в Пермском крае стал город Часовой, который, как в известной поговорке, не было бы счастья да несчастье помогло, смог из складывающейся катастрофы найти выход. Напомним, что в 2015 году было принято решение отказаться от строительства завода труб большого диаметра на территории Часовского металлургического завода, принадлежащего Объединенной металлургической компании. На этот проект очень рассчитывала территория, так как были заявлены инвестиции в размере 50 миллиардов рублей. Шел выбор поставщиков, и инвестор активно готовил площадку. Но в определенный момент риски перевесили и от инвестиций отказались. И страстное желание администрации городского поселения найти выход из данной ситуации, помощь собственников ЧМЗ и наличие поддержки на уровне региона привели к успеху. Давайте послушаем, как об этом рассказывает Сергей Белов, в ту пору глава Часового. Город Часовой стал пилотной площадкой в Прикамье, где система территории, опережающего социально-экономического развития, начала работу. Руководство поселения приложило достаточно героические усилия, чтобы оказаться в числе первых в стране, кому этот статус присвоен. В ТАССР Часовой существует четыре площадки под промышленные предприятия. Промышленный заводской, промышленный КАМГЭС, промышленные утилевышки и промышленный частный АО ЧМЗ. В первоначальных планах здесь должен был появиться индустриальный парк, общая площадь 81,5 гектаров. В представленной заявке были указаны 8 проектов, в том числе производство жидкой целлюлозы, строительство завода по восстановлению труб, метизное производство. Инвестор из Китая планировал построить завод по производству пиломатериалов. Компания «Резолит» готовилась наладить производство гипсовой продукции. Также среди проектов был запланирован агрокомплекс, один из крупнейших тепличных в регионе. Мы должны их обеспечить комфортной средой. Это две важных составляющие – экономика и социальная инфраструктура. Томаты, огурцы создали дорожную карту на территории города Часового. На территории города подготовлены земельные участки, на которых возможно реализовать инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов, гостиничного комплекса, торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, услуг связи, объектов оптовой торговли, транспорта и коммунальной сферы, строительство жилья. Отметим, что Часовское городское поселение обладает природно-ресурсным потенциалом. Основными полезными ископаемыми на территории являются глины, известняк флюсовый, камень строительный, формовочный песок, песчано-гравийные смеси. На сегодня Часовской завод по восстановлению труб стал первым резидентом территории, опережающего социально-экономического развития в Часовом. Производство – это и есть тот главный фактор развития территории. Именно производство больше всех создает рабочих мест, создает социальную инфраструктуру. И поэтому, придя на какую-то территорию и сделав что-то, невозможно остаться в стороне от развития самой территории. Естественно, это как шлейф потянется в развитии социальной инфраструктуры и общего благополучия населения, которое здесь проживает. В реестр резидентов также включен ООО «Белый камень». В рамках соглашения компания предполагает реализовать в Часовом инвестиционный проект по увеличению объемов добычи из вискового щебня до 720 тысяч тонн в год. Объем инвестиций по проекту составляет 27 миллионов рублей. Будет создано 58 новых рабочих мест. Не только создала новые рабочие места, а еще взяла на себя обязательство удвоить количество рабочих мест на этом предприятии. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет порядка 150-154 рабочих мест там. И они обещают, что через годик, через два будет 180 рабочих мест. Учитывая, что в последнее время там работало 20-30 человек, это достаточно существенно для нашего города. Соглашения на ближайшую перспективу достигнуты с руководством агроменеджмента. Компания уже готова утвердить дорожную карту по строительству комплекса. Как только будут подписаны все необходимые документы, можно будет говорить о сроках реализации этого проекта. Кроме того, открыть производство в Часовом собирается Московский ювелирный завод. Обращения от потенциальных инвесторов, желающих стать резидентами ТСР Часовой, поступают еженедельно. Некоторые компании предлагают интересные проекты, но не имеют достаточных средств. С ними также ведется работа и изыскиваются возможные инвестиции для создания бизнеса. Как сообщается на сайте Минэкономразвития, пять предприятий хотят стать резидентами ТСР Часовой в 2018 году. Компании уже выбрали подходящие инвестиционные площадки при поддержке краевых и муниципальных властей. Общий объем инвестиций под данным проектом оценивается в полтора миллиарда рублей. В результате их реализации планируется создать порядка 285 новых рабочих мест. Но успех одного проекта не всегда приводит к его повторению. Дело в том, что на этапе запуска программы поддержки территорий, опережающего социально-экономическое развитие, количество участников было небольшим, а качественных заявок на статус ТСР было немного. Сейчас конкуренция за получение статуса возрастает, а требования к качеству заявок постоянно повышаются. Поэтому рассчитывать на повторение успеха Часового сложно. В настоящее время на территории края, помимо Часового, существует еще 9 моногородов, включенных в федеральный перечень. Из них 5 вместе с Часовым относятся к красной зоне. Это Красновишевск, Очер, Теплая гора, Нытова и Уральский. И еще 4 к Желтой. Александровск, Пашия, Горнозаводск и Югокамский. И сейчас идет подготовка еще нескольких заявок на статус территории опережающего развития. А если же вернуться к тому, почему успех Часового будет сложно повторить. На дворе конец ноября 2017 года. С момента подачи заявки Министерства экономического развития Российской Федерации по Часовому прошло уже 2 года. Первоначально планы на подачу следующих заявок на Теплую гору и Красновишевск были в конце прошлого года. А сейчас называются все новые и новые сроки и все новые и новые моногорода, которые будут заявляться. Но есть опасения, что частая смена тех территорий, на которые делают ставки, в правительстве края может привести к потере шанса на расширение списка ТАСЭР на территории Пермского края. У нас есть три конкретных проекта. Это проект по производству гидропонного корма. Это проект строительства туристической базы отдыха, причем базы семейного отдыха, что мы считаем тоже достаточно важным. И третий проект – это производство инфлюзионных растворов. То есть это люди, которые уже сегодня готовы начать работать и занимаются тем, что подрабатывают свои проекты. На сегодняшний день у нас готова заявка на получение статуса ТАСЭР. Она сегодня буквально находится на подписи губернатора. Мы считаем, что днями она будет отправлена уже для рассмотрения. И при благоприятном стечении обстоятельств мы рассчитываем, что в первой половине, в первом квартале следующего года мы можем рассчитывать на получение этого статуса. Наш базовый проект – это центр отдыха всего Пенского края. Поставить домики для отдыха. Там организовать круглогодичный отдых для жителей всего Пенского края, которые могут пользоваться и квадроциклами, и снегоходами в зимний период. И даже можно проводить корпоративы, проводить свадьбы семейные, в семейном кругу. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Клещев. Всего вам доброго.